Всем привет, с вами Игорь и сегодня, как вы уже поняли из картинки, речь пойдет о именно дровяном печном отоплении. Почему? Заметил такой интересный факт, такой интересный и неприятный. У многих людей есть старые системы отопления, водяные, еще рассчитанные под газовый котел, потом газ подорожал, они отключили, газом не топят, топят дровами. Какая-то печка там есть, осталась грубка, топят дровами, но не используют вот эту вот систему отопления. Вот, или вообще нет системы отопления, просто есть печное отопление, там грубо камин, я не знаю, какая-то печка, плита, вот, и просто так вот. Я, кстати, раньше тоже так топил дровами, но потом я сделал ребряк, ну это у нас так в регионе говорят, в нашем местности ребряк, ну что там, когда свариваешь трубы, вот так вот, все вместе кучу, получается типа позвоночник, труба и ребра такие отходят трубы, гнутые трубы. Называю так ребряк, ну, водяная рубашка, чтобы было всем понятно, вот, и я раньше тоже так топил без водяной рубашки, без системы отопления, потом я сделал ребряк себе, поставил в печку, вы видели с картинки, какой он у меня сейчас выглядит, вот, и, как оказалось, ну это, это вообще, это, это я столько кучу дров потратил зря, вот, насколько увеличилось КПД моей печки, моего печного отопления и всей системы отопления в целом, насколько выровнялась температура везде, по всех комнатах, вот, плюс теплоаккумулятор я потом поставил водяной, насколько выровнялась среднесуточная температура, стабильно держится тоже, вот, ну, это просто небо и земля, это, я, можно сказать, зря топил, ну, не то, что зря, ну, огромную часть дров я просто потратил зря, лучше я не сделал это раньше. Если кто-то сомневается в этом, там, или думает еще ставить этот ребряк, эту водяную рубашку в свою печку дровяную, или не ставить, там, окупится, не окупится, будет ли какой-то эффект, я вам точно говорю 100%, 100%, что будет эффект, ну, и просто будете счастливы, насколько это все классно работает. Вот, ну, что я топил так и раньше дровами, потом сделал так и заметил, насколько это эффективнее. Во-первых, почему повысится КПД, потому что, когда вы только затопили печку, да, кирпич, он еще холодный, не нагревшийся, он интенсивно впитывает тепло, да, сейчас, пока он впитывает, пока он не нагрелся, но где-то час-два потопили, кирпич нагрелся, топки, и грубо там, как у вас есть за топкой, там, какие-то колодцы, все это нагрелось, оно уже не так сильно впитывает тепло, оно уже практически и даже не впитывает, потому что нет разницы температур. Уже у вас получается вы топите, греет только плита, духовка, а все остальное вылетает просто в трубу, да, и это очень жалко и очень прискорбно в данное время, в наше, в данный момент, ну, что сейчас дрова очень дорогие, они достаются очень дорого людям, у нас сейчас дрова 7000 машин, уже не 6, как я вот считал недавно, отопление, да, сравнивал с тепловым насосом, кстати, кто первый раз зашел на мой канал, я в основное отопление, это мой тепловой насос, заходите, смотрите, там есть плейлисты, все, как сделать, это самое эффективное на сегодняшний день отопление, и даже не сравниться с теми дровами, которыми я раньше мучился, вот, то уже сейчас 7000 машин дров твердой породы, это газончик просто, вот, и некоторые говорят 7, некоторые 9000, тут немного дальше у нас село 10 тысяч машин дров, это у нас, в нашей местности, Черкасская область, где тут в основном лесы, у нас леса везде, везде, кругом, тут вот черный лес аж до Черкасс, от моего села до Черкасс 30 километров сам лес, 30 километров лес, ничего нет, там ни сел, ни полей, ничего, сам лес 30 километров, дубы, ясень, твердые породы, сосна, все, что хочешь, с той стороны тоже местами леса, в полях, так они как бы, так вот есть, потом поле, потом опять лес, ну, короче, леса здесь море, и тем не менее, вот такая цена дров, я не представляю, где, ну, по остальной Украине, какие цены на дрова, это просто космос, вот, поэтому сейчас, с такими ценами на дров, такими, ну, что они так тяжело даются, просто пережигать вот так вот дрова, неэффективно, я считаю, это просто преступление, против самого же себя, вот, поэтому советую всем, этот ребрячок, теплообменник, я себе сделал очень просто, это труба нижняя, труба верхняя, выходная, нижняя, выходная, между ними просто перемычки, все, в одной плоскости, в одной плоскости, почему я не стал закрывать верхнюю плиту чулуны, ну, что мне надо варить еду там, вот, надо было, ну, в принципе, сейчас я тоже топлю иногда варю, если топлю, вот, и если сделать ребряк, или водяную рубашку полностью закрытую, со всех сторон, там, низ, стенки, вверх, то у вас на плите ничего вариться не будет, поэтому, если у вас есть еще плита, и вы на ней собираетесь варить еду, что-то жарить, варить, то обязательно оставьте какое-то окно сверху, чтобы огонь лизал именно чугун, чугунную плиту, а не водяную рубашку, иначе вы там, уже, в доме уже будет жара, там, не всидеть, а борщ еще не сварится, вот, поэтому я же говорю, что, а, я так и не договорил, почему КПД, да, кирпич нагрелся, кирпич нагрелся, он уже не нагревается, и у вас все вылетает в трубу, а теплообменник, водяная рубашка, она постоянно с одинаковой эффективностью отбирает тепло, потому что водяная рубашка не нагревается больше, чем, ну, например, 90 градусов, я думаю, больше ни у кого не нагревается, ну, больше температуры кипения точно не нагревается, даже ниже, тем лучше, 50, 60, 70, 80, смотря у кого как, она будет нагреваться, но, тем не менее, это нормально для топки, для огня, разница температур там огромнейшая, поэтому теплоотбор идет тоже максимальный, у вас минимум вылетает трубу, максимум заходит в дом через радиаторы и системы отопления, вот, я так и сделал, у меня раньше была система отопления, я сделал, поставил этот ребряк, сам сварил его, за первый раз он тек, за второй раз он тоже подтекал, но за третий раз ее подварил, нормально, все не течет там, так что это вполне реально сделать самому, с обычных труб, вот, подсоединил я эти радиаторы, у меня было меньшее количество тогда радиаторов, и у меня температура поднималась 60-70 градусов, вот, даже, наверное, больше в радиаторах, циркуляционный насос и погнал, все, все работает, бойлер греется, там, у меня и бойлер грелся тогда, и система отопления, можно отключать отдельно, там просто краники регулируешь, там, можно греть сам бойлер, можно саму систему отопления, можно и то, и то, можно что-то отключить, ну, как хочешь, так и регулируй краниками, вот, все работает, я сразу, сразу заметил эффект, ну, это, я же говорю, это небо и земля, до того, как я грел без этой водяной рубашки, не отбирал вот водой тепло со своей топки, и после, ну, это, это просто поразительный эффект, просто поразительный, я, я, я был просто в шоке, как это эффективно работает, потом, через год, я уже задумывался про тепловой насос, и в последнюю зиму отопления дровами, это я уже последний раз, последнюю зиму топил дровами, потому что уже на следующую, это запустил тепловой насос, я уже поставил теплоаккумулятор под тепловой насос, там уже, ну, ящик просто металлический, вы ее видели, внутри уже медь, все заварено, запаяно, там выводы только медь снизу и сверху, выводы, дырки посверлил, поставил, но уже и залил водой, но уже зато тепловой насос еще не работал, но система отопления печная, уже работала у меня с водяным теплоаккумулятором, и опять же, я увидел еще, насколько лучше, что получилось, если раньше у меня мало было в системе воды, ну, 22 типа радиатора, и сколько там, 5-6 литров лазит в радиатор, плюс эти трубочки, 20 металлопластик, 16-20, тоже сколько там воды, ерунда, то есть система только затопил, все сразу прогревало, бойлер у меня нагревался косвенным нагревом, то есть это просто через бойлер проходит медная труба, входит и выходит медная, там, метров 6 или 7, что-то такое, от печки, вот, то есть система только и растапливал, вся система сразу была горячая, все нагревалось, но зато и она, когда я заканчивал топить, она сразу вся остывалась, теплоаккумулятора все совсем по-другому стало, вот, плюс 400 литров и напрямую, без косвенного всего этого, вот, что получилось, я уже топил, система у меня сразу не нагревалась, потому что у меня сразу все тепло загонялось в теплоаккумулятор, оно и шло напрямую, а потом уже с теплоаккумулятора в радиаторы, поэтому где-то под конец топки, это 2-3 часа я там топил, вот, в сутки, дровами раньше, у меня радиаторы прогревались, ну и вся система с теплоаккумулятором, где-то до 40 градусов, примерно так, не больше, 40 где-то градусов, вот, потом я заканчивал топить, смотрю, уже там все выгорело в печке, вот, уже вода не грелась, я циркуляционный насос выключал, ну, потому что печка нагрелась, кирпич уже прогрелся хорошо, уже тепло отдает дом, уже как бы система отопления нужна, я ее выключал и как бы оставлял эту аккумуляцию, это саккумулированное тепло на потом, примерно под утро уже так печка начинала остывать, температура на градуснике, уже смотрю, в доме там на градус опустилась, там, или на полтора, и тогда я взялся и включил там, вот этот вот циркуляционный насос, сразу батареи потеплели, температура опять поднялась до, там, сколько и было, короче, вот этот теплоаккумулятор водяной, и он выравнивает очень классно вот эту вот среднесуточную температуру, если вы топите дровами, вот это, я бы сказал бы, даже, наверное, очень большая, если не основная проблема печного отопления, когда люди топят один раз в сутки, ну, еще два раза туда, ну, все равно перепад может быть, но когда один раз топится, это очень большая проблема, что вот этот перепад может быть довольно-таки значительный, не в один и не в два, и даже может быть не в три градуса и больше, и это некомфортно, это неприятно, это напрягает и нервирует, о, если вот так вот сделать с теплоаккумулятор, вы всегда можете это тепло включить, когда у вас печка не горит, и насосик разгоняет это тепло, то есть еще несколько часов добавить себе тепла, пока вы не будете топить, получается, может раз в сутки вечером топить, или как там, вот, это тоже очень эффективно, поэтому, еще раз говорю, если кто-то сомневается, не сомневайтесь, делайте, варите, покупайте его, они продаются сейчас, есть готовые уже, потому что спрос есть на такую продукцию, на такой товар, их просто стали делать уже на продажу, их очень много ставят, у нас очень многие топят дровами. Еще один интересный момент про отопление дровами, заметил такое, что вот на ютубе тоже видел твердотопливные котлы, именно под дрова, я не говорю сейчас про щепу, там пилеты и все это такое, там отдельная топка, там нужен придудительный поддув вентилятором и все такое, именно дровяное отопление, твердотопливное, во-первых, геморрой какой получается, они, ну в основном те, что я видел, котлы, даже умудряются газовые котлы топить дровами, кидают это автоматику, но даже если и не газовые, там надо очень короткие резать дрова, но это неудобно, это мягко говоря неудобно и очень трудозатратно, но самая большая проблема, что я увидел в этих твердотопливных котлах, это что с них течет, течет деготь, нарастают какие-то там сталактиты, забивается полностью колосник, вот это я на ютубе немало роликов видел, как люди мучаются с этими твердотопливными котлами под дрова, это просто ужас, там их чистят, ну минимум раз в неделю, это капитальная чистка, но я даже видел, некоторые люди чистят их, и каждых 2-3 дня, капитальная чистка полностью, там и молотком он стучит, и палкой какой-то, и щеткой его драет, и щетом он где-то только не чистит, о, ну там такое забитое, там не то, что там коснулся, оно отпало, нет, его надо арно так долбить, чтобы оно от этого все отбилось, ну, вот, и теперь вот я вижу, многие люди, чтобы вот этого избежать, геморроя с этой чисткой, делают просто кирпичные топки, например, решил человек, да, твердотопливный котел где-то поставить, купить все, он не покупает его железный, металлический, чтобы избежать таких всех конденсатов, этой течки, он просто ставит, мурует кирпичную топку, ну да, она немного больше занимает место, нет вопросов, есть такое, да, но, тем не менее, он ставит эту кирпичную топку, дверки там, чугунные, все поддувало, делает как в обычной печке, и внутрь вставляет вот этот вот водяную рубашку, теплообменник, вот этот вот ребряк, самодельный, покупной, уже не имеет разницы, там, и подключает ее к системе отопления, ничего нигде не течет, чистить надо очень редко, о, я вот, например, даже свой ребряк, когда топил, то я его чистил, ну раз в неделю, это максимум раз в неделю, а то и реже, это при том, там ничего не течет, не нарастает, на тем ребряке, ну есть какие-то немного, такие черные отложения, но они очень тонкие, и там только щеткой по металлу, я бывает, там захочу почистить, то раз, так прошелся щеткой по металлу, по трубам этим, продер их, вот, там оно подпадало, ну буквально 10 секунд, рукой сколько достал, и все, все работает, оно и так в принципе работает, ну так вот прочищал, вот, и мне кажется, вот такой вот вариант, намного как бы проще, эффективнее, даже дешевле, зачем платить, этот, такой вариант, он никогда, ну плюсы, не прогорит, этот, тоже видел, прогорает, течет, начинает течь, этот твердотопливный котел, это вообще большущая проблема, если он начинает течь, там проржавел, прогнил, или что там с ним случилось, ребряк из труб, я не знаю, вот он у меня уже стоит, я им пользуюсь, наверное, лет 10 уже, ну интенсивно топил, но он все время с водой, тоже, потому что он закольцованный, со всей системой отопления, который греется, и от теплового насоса, в него тоже идет вода, в этот ребряк, даже если он не топится дровами, и там его там тоже подогревают, вот, то ничего не проржавело, стоит он целенький, ничего нигде не течет, вот этот ребрячок, труба 25, все нормально, вот это, мне кажется, вот такой вот вариант, намного был бы лучше, вот, не надо чистить, там, стучать по нему, никаких луж нет, кирпич, все впитает, всегда в топке сухо, ну, по-моему, вот это вот, намного лучше, чем вот эти вот, пердотопленные котлы, если еще и неудачная конструкция, бывает, то это вообще просто капец, это смотришь, просто как люди мучаются, ну, натурально мучаются, с этой чисткой, драйкой, вот этих вот наростов, забивок этих, это просто ужас, вот, поэтому я всем советую, если кто-то не сделал до сих пор, не подключил, свою печку, к существующей системе отопления, таких людей, кстати, много, почему-то, даже на сегодняшний день, я не знаю, почему так, топят самими дровами, есть система отопления, старая, поставь ребрячок, дав муруй, в печку, там, сними плиту, подключи, все, идеально, идеальная система, ну, намного будет эффективнее, КПД лучше, и все такое, но я не знаю, почему так получается, если нет системы отопления, добавьте ее, сделайте, эти капиталовложения, вам окупятся, по-любому, купятся в трудодозатратах, в цене за дрова, вот этой бешеной, сейчас в цене за дрова, это все эти вложения, абсолютно, 100%, я вам гарантирую, окупятся, вот, даже вашим здоровьем, силами, кошельком, о, ну, вот, то, что я хотел сказать, про эти дрова, и как лучше их сжигать, я пробовал, и так, и так, но, вот, самое, я считаю, эффективное, вот, я на сегодняшний день дошел, к такой вот комбинации, системе отопления, это, основное отопление, это тепловым насосом, основное, ну, пока есть свет, газ там, это еще такое, да, ну, когда его не станет, то вот дрова, у меня есть запас дров определенный, у меня есть печка, ребряк, подключена система отопления, какой-то катаклизм, там, все-все-все, что-то случилось, там, нет газа, нету света, ну, ничего, я себе затопил печку, я в холоде не останусь, вот, поэтому еще раз, такая вот, на мой взгляд, по-моему, это сегодня, самая такая, лучшая комбинация, тепловой насос, это самое дешево, самое эффективно, самое просто, и не геморройно, но, если нет света, есть печка, это самое надежное, надежнее отопление не бывает, при наличии уже запаса дров, наличии печки, вы никогда не останетесь в холоде, но основное, это тепловой насос, есть свет, пускай греет себе, за эти копейки, кстати, в этом месяце, у меня, уже тепловой насос, греет на все 100, солнца нет, вот, и в конце месяца, я покажу, сколько он у меня напалил, по счетчику, я заплачу за электроэнергию, вот, ну, вот, все, что я хотел сказать, в этом, если какие-то остаются вопросы, спрашивайте, пишите в комментариях, смотрите плейлисты, как сделать тепловой насос, все, все, всем пока, спасибо за внимание, до следующего видео,